Привет! Меня зовут Ария Вик, мне 31 год и 3 года назад я решила отращивать седые волосы. Сегодня ровно 3 года, 18 июня 2020 года. 18 июня 2019 года я выложила первое видео на тему седых волос. Я думала, что это будет просто мое откровение насчет отращивания и на этом как бы все. Я не планировала вести канал и выкладывать какие-то еще видео, но случилось чудесное. Мне на пути попались просто замечательные, добрые женщины, которые искренне меня благодарили, которые писали очень приятные, теплые комментарии, по-доброму отнеслись к этой истории и очень много женщин меня поддержало. За этот год мне написали в инстаграм, в ютуб, в комментариях о том, что женщины начали отращивать седые волосы. 112 женщин. 112 женщин. Это просто чудесно. Я даже не думала, что так может случиться. Вы потрясающие. Спасибо вам огромное, что вы со мной на канале, что вы подписались, что вы комментируете, что вы вдохновляетесь этой историей. Спасибо, что вы начали принимать себя. Я вас очень благодарю. Многие прислали мне видео, фото суперски, позитивные, активные, интересные женщины. Супер, спасибо вам огромное. Это очень приятно. Это очень трогательно. За этот год сформировалась такая маленькая, уютная компания из единомышленников, которые друг друга поддерживают, которые друг друга чувствуют и понимают. Это чудесно. Я даже не думала, что так все может получиться. Поэтому я продолжаю канал, девушки. Хочу сделать два плейлиста на данный момент. Один плейлист, это будет про седые волосы. И если я буду находить что-то интересное, либо прически, может быть, но я их не умею делать, если честно. Я тут будет корявенька, конечно, но постараюсь. Прически, либо что-то интересное по уходовой косметике. Я думала, знаете, записать видео совместно с магазином косметики профессиональной про уходовые средства для седых волос. Но очень хорошо обдумав, я нашла несколько очень негативных моментов в этом всем. Во-первых, конкретный магазин ограничен конкретными видами косметики. То есть не вся косметика мира может быть тут охвачена, первое. Второе. Я все это сама на себе не пробовала. И рекомендовать, я считаю, что неправильно. Потому что я рекомендую то, что я пробовала на себе. Почему редко выходит видео с рекомендациями по уходу? Потому что прежде чем что-то попробовать и понять, действует оно или нет, нужно время. И не всегда то, что я покупаю и тестирую, оно имеет какой-то положительный эффект. Поэтому я лучше в течение всего времени, периодически на канал буду выходить с какими-то интересными новостями. Новостями про волосы, про уход, про какие-то новые средства, тонирующие и так далее. Также я хочу сделать второй плейлист. Второй плейлист будет про готовку. Проработала я в вегетарианском кафе. У меня было свое вегетарианское кафе. И я там была и поваром. У меня есть некоторые рецепты интересные, наработанные. Некоторые уже навыки в приготовлении подобной полезной пищи. Некоторые знания про эту пищу. Поэтому второй плейлист будет на тему кулинарии. И скорее всего больше это будут полезные рецепты. Надеюсь, вам будет интересно. Потому что хочется больше появляться, хочется больше с вами общаться. Хочется больше какого-то обмена, комментариев, рекомендаций от вас. И возможно какой-то связи, какой-то дружбы в социальных сетях. Видео короткое, поэтому ждите меня с другими новостями. И еще разные, у меня есть еще несколько историй. Историй со здоровьем, с которыми я тоже хочу поделиться. Но всему свое время. Поэтому, женщины, спасибо, девушки. Спасибо, что вы все со мной. Я вам очень благодарна, что вы делитесь своими позитивными комментариями, своей добротой и мотивируете меня. И укрепляете мое решение тоже в том, что я решила отращивать свой цвет. И мне кажется, с ним я больше не останусь. Благодарю вас. До скорых встреч.